Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очередная маска, которую тоже хочу вам обязательно о которой рассказать. Она прекрасно работает на увядающей, на стареющей коже. И главным ингредиентом в ней будет выступать нутовая мука. Кстати, считается, что при ее регулярном применении, ну, один-два раза в неделю, кожа приобретает необыкновенную сияющую свежесть и здоровый цвет лица. Нутовая мука действительно является находкой для лица за счет содержания огромного количества селена в своем составе. Кстати, в моем инстаграме есть еще одна масочка с нутовой мукой. Если хотите, загляните, посмотрите. Я беру одну столовую ложку для приготовления этой маски и следом отправляю туда молоко. Ну, о полезных свойствах молока, я думаю, вам не стоит мне лишний раз напоминать. То есть отбеливает, питает, увлажняет, ну, кладезь тоже всяких полезностей для нашей кожи. Беру тоже столовую ложку. Да, не столовую, здесь чуть больше получается. Ну, понимаете, да, тут на глаз. Приблизительно 2 столовых ложки до получения такой однородной кашицы. Как следует все надо перемешать. Ну, желательно, чтобы не было комочков. Молоко перед тем, как добавлять, я немножко разогреваю. И последний ингредиент – это растительное масло. Опять же, здесь вы можете уже фантазировать, применить любое свое любимое. Я люблю льняное, часто его использую, потому что, как я уже говорила, это чемпион по содержанию фитоэстрогенов. Тоже чрезвычайно полезный для нашей кожи. И отправляю туда 1 чайную ложку. Далее все как следует перемешиваем до однородной консистенции. И наносим на лицо. Можно наносить абсолютно на всю область, включая область под глазами, на шею, на декольте. Наносится прекрасно. Очень приятное в нанесении, знаете, особенно за счет того, что молоко. Если там теплое, горячее, да, вы используете, то она будет тепленькой такой. Значит, как я уже сказала, надо курсом ее лучше проходить. Желательно, ну, два раза, ну, может быть, даже и три раза в неделю на протяжении месяца. И вы увидите, как ваша кожа будет преображаться просто на глазах. Вот, рекомендую, дорогие мои. Так что, если вы попробуете, я уверена, что вы останетесь довольны. Пишите, делитесь результатами. Мне будет приятно. Все, спасибо, что вы меня сегодня посмотрели. Я сегодня с вами прощаюсь, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok